Старые методы защиты танков при помощи просто пехоты не только приводят к чрезмерным потерям личного состава, но и малоэффективны. А в последнее время, когда появились комплексы активной защиты танка, отстреливающиеся во все стороны гранаты, использование пехоты вдвойне опасно. Плохо подходит и БМП, поскольку обладают невысокой огневой мощью. Плюс они сами легко уязвимы из-за недостаточного всего лишь противопульного бронирования. Идея создания БМП-Т зародилась в середине 80-х годов и не от хорошей жизни. Именно при помощи в основном ручного вооружения баджахеты в Афганистане уничтожили по различным оценкам от 150 до 385 советских танков. Первым к созданию БМП-Т тогда приступил Челябинский тракторный завод. Первый вариант, получивший название Объект 781, был спроектирован на базе танка Т-72. Построено было два опытных образца, и даже начались испытания, которые показали неплохие результаты. Но в 1991 году финансирование прекратилось, работы свернулись. Сами понимаете почему. К проблеме вернулись только в 1998 году. Решать ее уже начали на Уралвагонзаводе. В качестве платформы для Объекта 199 также был выбран танк Т-72. В результате стремительного проектирования опытный образец был готов уже через два года. Получился большой перекос в сторону защищенности. Впоследствии, когда уже был готов новый вариант, БМПТ, первые разработки присвоили имя Терминатор. Следующее стало Терминатором 2. Это было сделано для того, чтобы придать машине на внешнем рынке дополнительную привлекательность за счет использования популярного кинобренда. В 2002 году Уралвагонзавод представил уже новую машину Терминатор 2. Конструкторы пересадили ее на гусеничное шасси более совершенного танка Т-90А. Было усилено вооружение, пушек стало две, и они были спарены. В результате получился огонь, можно сказать, запредельной плотности. Спарка высаживала в минуту от 900 до 1100 снарядов. В боекомплект двух пушек входило 1800 снарядов. Артиллерию дополнял прежний пулемет, но уже независимый от пушек, с боезапасом в 2000 патронов. Четыре ракеты «Атака Т» и два гранатомета с шестьюстами выстрелами. Начались испытания, которые продолжались до 2006 года. За это время опытные образцы прошли без поломок 10 тысяч километров. Отстреляли тысячи снарядов. Благо, под этот калибр боеприпасов в стране с избытком – бесчетное количество патронов. Терминатору 2 отдали на растерзание несколько находившихся на хранении танков. С расстояния 2 километра они сделали их небоеспособными. Вся оптика и приборы наблюдения были разбиты, несколько пулеметов оторвало от корпуса. Порой заклинивало механизмы поворота орудия и даже башни. Прекрасно работала машина и по живой силе, а также по воздушным целям. В конце концов, госиспытания были признаны успешными. Однако, Министерство обороны не спешило принимать на вооружение Терминатор 2. Причина притормаживания БМПТ имела не техническую, а бюрократическую подоплеку. В кабинетах Министерство обороны никак не могли решить, в состав каких войск надо вводить новую машину – бронетанковых или мотострелковых. Также требовалось выработать новую концепцию боевых действий танковых частей в атаке и в обороне, а, по сути, переписывать тактику танковых сражений. Предполагалось, что появление новой машины повлечет за собой изменения организационной и штатной структуры сухопутных войск. Процесс очень инерционный, требующий финансовых затрат и организационных усилий. А в это время в связи с реформированием армии и без Терминатора хватало головной боли, после чего для него наступило затишье. В армии им никто больше не интересовался. Но, тем не менее, производители надеялись, что удастся пристроить машину на внешнем рынке, и БМПТ продолжили возить по международным выставкам военной техники и вооружений. Но тщетно. Потому что наивно надеется на продажу другим странам военной техники, которая у себя не поставлена на вооружение. Перелом в судьбе Терминатора 2 произошел в 2017 году, когда несколько машин были отправлены на главный полигон – в Сирию. Машины и в общем, и целом военные остались довольны. Хотя и были высказаны замечания и предложения по повышению боевых возможностей БМПТ. И, наконец, 5 мая 2018 года, спустя 12 лет после окончания государственных испытаний и через 16 лет после полной готовности машины, Терминатор 2 был принят на вооружение.